Недавно мы все стали свидетелями скандала Успенской. Успенская утверждала, что ее дочь похитили и моральным давлением заставили оклеветать мать. На эти заявления сотрудник НТВ рассказал свою версию, которая кардинально отличается и показывает, что Успенская за человек. Видео с рассказом сотрудника НТВ будет в описании и первом комментарии. Поэтому кому интересно, заходите. Еще больше новостей на нашей странице в инстаграме. Андрей Малахов приехал в дом к Успенской после скандала, где взял у нее интервью для программы «Пусть говорят». Эта программа просто стала каким-то клоунским выступлением Успенской, где она изображала из себя униженную и угнетенную женщину с проблемами здоровья. Редкий человек не заметил этот дешевый переигранный фальш. А вот бывшая домработница Успенской Виолетта Сергеевна Пугачева рассказала, что Успенская и ее дочь представляют из себя на самом деле. «Когда меня брали на работу, то агентство сразу предупредило, что человек очень вспыльчивый, любит алкогольное возлияние, а еще больше любит лезть в свой адрес. С ней можно просидеть и проговорить целый день, не притронувшись к работе. Многие попросту не подходят по возрасту, Успенская дико не любит молодых. А многие через год-полтора просто не выдерживают таких психологических атак со стороны этой звезды. При инструктаже мне сразу сказали о возможных проблемах с моей фамилией и настоятельно рекомендовали ни при каких условиях ее не называть. К счастью, документы смотрела не она. Успенская и ее дочь – это два сапога пара. Любовь может взахлеб рассказывать о своих мужчинах, подарках, которые ей дарили, и как она своим огромным талантом пробивалась на сцену. Естественно, это происходило после возлияния. Кстати, она делает это регулярно. С концертов она редко приезжает трезвой. А когда находилась дома, начинала с 12 дня. И к трем часам доходила до хорошей теплой кондиции. И тогда начиналось ее выступление возле телевизора. Она его включала, смотрела на звезд и громко обсуждала, какие они бездарные. Особенный гнев вызывала семья Пугачевой и Галкина. Новости про их детей Лизу и Гарри всегда вызывали один и тот же крик. Да я, если захочу, такие Галкины у меня в прихожей будут валяться. И всегда был один вопрос – может мне тоже завести детей. Дочка Таня алкоголь употребляла редко, можно даже сказать, что вообще не употребляла. Но очень часто находилась в угнетенном задумчивом состоянии. Ходила как тень по дому. Мужчины в дом ни к матери, ни к дочке никогда не приходили. С таким характером они, наверное, вообще боятся к ней приближаться. Все разговоры с Плаксиным заканчивались скандалом и матом в его адрес. Его я вообще никогда не видела. А упоминание в разговоре было только вскользь. Она называла его этот.